Всем привет ребята, с вами Хася и его пригоревший пукан. Перед началом у меня к тебе есть вопрос. Хочешь ли ты получить 8500 золота? Абсолютно бесплатно. Если ты ищешь какой-то в этом подвох, то его нет. Сейчас на канале проходит розыгрыш, переходи по ссылке в описании и участвуй в розыгрыше. Я честно не хотел записывать это видео, это все ограничивалось только моими пригораниями на стриме, но точка кипения уже преодолена. В этой игре есть много хороших танков, плохих, нагибающих, нагибающихся, но есть один танк, который вымораживает всех. Бой, который вы видите на фоне, один из наглядных примеров того, о чем я сейчас буду говорить. Я догадываюсь, что вы уже поняли, о каком танке будет идти речь, хотя танк ли это? Тем более вы видите сетап, но все же поставьте видео на паузу и напишите в комментарии, о каком танке вы думаете. Конечно, это FV215B-183, ну или же бабаха. Все-таки мое мнение в какой-то степени будет предвзято, так как я чистокровный СТЛ-твод, ну практически. Вернемся к бою. Я не скажу, что это самый показательный бой, тем более нас здесь больше всего интересуют результаты боя. Ты разрываешь себе пукан, летаешь по всей карте, наносишь дамаг, стараешься не получить его по себе, пытаешься переломить ход боя, и вдруг ты выезжаешь к бабахе. Согласен, что можно было как-нибудь умнее сделать, это может быть, но киберспортсмены в комментариях мне скажут, как надо было сделать на самом деле. Но я сделал так, как сделал. Когда ситуация оказалась жопошной, я ничего, кроме как встать лбом и попробовать хотя бы половины хп танкануть этот кусок танка, не придумал. Но мне прилетело на 1200, блять, его 90! Я понимаю, что СТБ не самый бронированный парень, но согласитесь, что вам прилетало, и на более бронированных танках также. 1290, просто нажав один раз пяткой по кнопочке. Бой я из-за этого, конечно же, слил, но да ладно. Заходим в результаты боя. И видим, какой бабаха молодец, накидал целых 3800 урона. Но подождите-ка. Сколько он выстрелов сделал за бой? Три? Три? Серьезно? Три выстрела за бой? Что-то еще в этой игре может сделать 3800 урона за три выстрела? Окей. Давайте посмотрим мои результаты. Да, у меня урона побольше чутка, ну наполовину выстрела бабахи примерно. И видим, что я себе жопу разорвал, 15 раз выстрелив и 15 раз пробив. Резонный вопрос. А зачем стрелять больше? Люди по своей натуре любят легкие пути. Собственно, поэтому практически в каждом бою 10 уровня, как минимум, есть одна, а то и четыре бабахи на две команды. Конечно, никто не хочет напрягаться в бою и потеть, если можно просто стать в куст и накидывать по 4000 за три выстрела. О каком интересном геймплее на 9-10 уровне может идти речь, когда твой бой может зависеть от того, попадет ли по тебе какая-нибудь бабаха или нет. Мало того, что это руинит твой бой, но и дико дизморалит. Почему-то, когда Т49 кошмарил рандом и жаловались на него, Т49 быстро поставили на место, уменьшив пробитие фугасом и крит от фугаса. Ну на чем же будут играть ребята, которые кроме сосания стояния в кустах ничего не могут сделать. Почему гриль 15 не так бесит людей? Наверное, потому что нет такого урона, он светится как новогодняя елка и не танкует, ну практически. Собственно, почему я завел эту тему? Сейчас проходит ивент, в котором можно получить сертификаты на 50% скидку в опыте на прокачиваемую технику. И конечно же мы знаем, на что потратят люди свои сертификаты. Чтобы как можно быстрее прокачать все эти АТ, Тарта и наконец-то сесть на бутыл бабаху, чтобы раздавать плюхи по 1300, а может быть и больше. Я наконец выговорился, ставьте лайк. Конечно же напишите мне в комментариях, что я ничего не понимаю в игре на ПТ и на бабахе на самом деле сложно играть. До встречи! Субтитры сделал DimaTorzok